Всем привет! И в этом видео мы посмотрим на разницу зарплат в зависимости от языков программирования и стека технологий и подумаем, а стоит ли переходить на другой стек, либо стоит ли выбирать какой-то конкретный стек, стоит ли выбирать там, где платят больше и вообще узнаем, а где же платят больше. Я расскажу, почему у меня такие мысли возникли, потому что я работал, например, на Unity и на Unreal, и мне интересно, во-первых, кто получает больше, стоит ли больше развиваться в каком-то конкретном направлении, либо вообще стоит сменить стек, например, на iOS или на Backend куда-то. И часто я слышу от Unity разработчиков, например, что в играх платят мало и стоит сменить стек, потому что всем очевидно, что если вы будете получать в два раза больше, делая то же самое фактически, и если вам уже, например, надоела разработка игр, то почему бы не сменить стек технологий. В принципе, конечно же, можно, но нужно знать, чем мы рискуем и вообще, есть ли смысл в этом, а стоит ли оно того. В общем, давайте порассуждаем на эту тему. Во-первых, тема, вот если что-то сменить. Во-первых, нужно понять без привязки к деньгам, а хочется ли что-то новое поменять, то есть хочется ли выбрать что-то новое, надоело ли вам что-то старое и, в общем, все в таком духе. Вот. И лично для меня разработка игр всегда остается в приоритете, потому что это интереснее, чем просто разработка чего-либо. Вот. Просто так мне что-то поменять не сильно хочется, с другой стороны, всегда интересно что-то попробовать новое, но терять опыт, который был накоплен, тоже не хочется. То есть, казалось бы, можно его потерять, но чтобы, скажем, сменить вообще стек технологий, нужно пройти вот все то, что уже было пройдено, например. И хочется узнать, какой профит из этого получится в итоге, то есть стоит ли оно того. Есть, конечно, масса нюансов, которые можно подумать. В общем, я о них думаю, и мне интересно. Я думаю, что и вам тоже интересно, и большинство из вас тоже задумываются о таком. Вот. Некоторые мои знакомые менялись с такими технологиями. Вот. И вот интересно узнать, стоит ли оно того. Давайте для начала возьмем, например, вот, для начала возьмем мотивацию, да. То есть, если вы поменяете стек технологии просто по зарплате на какой-то другой, ваша мотивация только деньги. И это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, это плохо, потому что вы не мотивированы делать свою работу, потому что вам нравится. Вот. И если вы будете делать свою работу просто потому, что ее надо делать, вам будет это надоедать, вы не будете таким эффективным, как если бы вы делали свою работу на энтузиазме. Вот. Потому что вам интересно что-то изучать новое, там вы будете удивляться каждому интересному моменту, который вы найдете. И это прикольно, да. То есть, это позволит вам быстрее развиваться и реально любить свою работу. Вот. Но, конечно же, мало кто будет любить свою работу, если за нее платят мало. Вот. Поэтому нужно подумать, нужно посмотреть и подумать, какие есть варианты развития. Вот. Также еще озвучу пару мыслей, и потом мы перейдем уже к данным, которые я нашел. Во-первых, первая мысль. Почему? Почему платят за вашу работу? Вот. Первое. Почему? Потому что вы выполняете что-то полезное. Но почему вам должны платить больше, например? Потому что вы можете это выполнять быстрее, эффективнее. То есть, во-первых, вам нужно быть эффективным. Понятно, что почему-то за один стек могут платить больше, а за другой меньше. Давайте подумаем второе. Хорошо, вы выполняете свою работу. Дальше. Сколько таких же, как вы, могут выполнять такую же работу? Например, если возьмем там какой-то стек, например, бэкэнд разработки на Java, то разработчиков на Java очень много. Их будет еще больше. Соответственно, зачем работателю повышать зарплату, если он может просто выбирать на ту же зарплату других людей? Вот. Ну, казалось бы, да. Конечно же, если нужно решить что-то сложное, то тогда ему придется повышать зарплату, чтобы найти хотя бы кого-то, кто сможет решить эту проблему. Соответственно, мы делаем второй вывод, что большая зарплата платится тем, кто может делать что-то сложное. То есть, опять же, для вас это сложно. Вам нужно уметь делать что-то сложное, и это не всегда интересно. Ну, по крайней мере, если вам это нужно специально для себя, решите сделать. Ну, в общем, сейчас будет много слов, но я надеюсь, вам понятна идея. И идея в том, что просто так большие деньги никто никому не платит. Вот. Платят обычно за сложную работу. И, соответственно, чем выше вы введите зарплату, тем сложнее работа. Это первое. Второе. Могут платить, потому что нужно, чтобы вы что-то делали, и нужно много таких людей, тогда да. Тогда тоже могут платить. Еще за что могут платить много? Это за что-то редкое. Например, Java – это не редкость, а разработчик на каком-то Erlang'е – это редкость. То есть, чтобы его найти, нужно постараться его найти. Окей. То есть, таких разработчиков, например, на Erlang'е, на Elixir'е или на еще чем-то мало. Соответственно, если ваша профессия, скажем, востребована, но специалистов мало, вам готовы платить. Еще интересно, если мы посмотрим на языки программирования устаревшие, а проекты на них все еще существуют и приносят деньги, то работодателям важно и такое направление. И, соответственно, они могут платить даже больше денег на устаревших языках программистам, чем вам, например. Вот. Например, пример – это язык Perl, который давно устарел, либо язык Cabal. Ну и еще много таких разных вещей. Также еще, где могут много платить – это на всяких трендах. То есть, в IT-трендах, таких как блокчейн, искусственный интеллект и еще прочее. Вот. Почему много платят? Потому что, опять же, сложно первое. Второе. Ниша еще не настолько развита. Нужно все исследовать. Нужно пытаться что-то сделать, как-то что-то найти. Плюс, опять же, специалистов мало. Вот. Поэтому много платят. Но как только специалистов станет много, как в Java, платить будут меньше, например. Вот. Окей. Это просто общие мысли. Теперь мы потом еще подумаем, как вообще можно повысить свою зарплату на перспективе в рамках вашего стека. Вот. Для начала давайте посмотрим на цифры. И я захотел посмотреть на цифры средней зарплаты именно в США. Почему? Потому что там самая высокая зарплата. И на разнице этих зарплат можно более явно увидеть, сколько кому сейчас платят. Вот. Итак, давайте посмотрим на Unity разработчика. Средняя зарплата. Медиана. Минималка 94. Максималка 160 тысяч в год. Это, опять же, в зависимости от города, там, в США и так далее. Но нам это не важно. Мы смотрим среднюю. Средняя 117 тысяч. То есть запомнили цифру для Unity. Например. Дальше посмотрим другие языки программирования. Просто ради интереса. Я думаю, для вас это тоже будет интересно. И давайте посмотрим, например, Unreal. Unreal. Средняя 127. То есть чуть-чуть выше Unity. Если брать по минималке. А так, в принципе, давайте сравним обратно. Там максималка 160. Тут максималка тоже 160. Ну, плюс-минус. Разница есть, но небольшая. Опять же, нужно понимать, что это по всем вакансиям. И, опять же, на разных площадках по-разному могут считать. Но, тем не менее, мы пока берем общую. В принципе, я этим цифрам более-менее доверяю. В чем идея? Еще идея в количестве вакансий. Да, то есть чем больше вакансий, тем проще выбрать. Среднюю, например. В Unreal мало вакансий. Поэтому там может быть меньшая точность. Но нам не важно. Мы видим, в принципе, плюс-минус одинаковое. Плюс-минус неплохо, если мы будем оценивать с другими языками программирования. То есть 117, 120 с чем-то. Например, возьмем iOS, потому что как бы за него много платят. Смотрим. И 127, 161. Ну, скажем, в целом от Unreal практически не отличается немного. От Unity тоже немного отличается. Отличается. Вот. Буквально немного. Возьмем PHP. Сколько за него платят. И мы видим, что в PHP платят меньше по максималке, меньше по минималке. И средняя тоже меньше. Вот. Но это в Америке. Это просто мы смотрим среднюю. Возьмем JavaScript, например. Конечно же, это все очень условно. Но что я хотел показать. Во-первых, зарплаты плюс-минус одинаковы. Если мы вообще уменьшим это к нашим реальным, то будет еще меньше разница. Но это в идеале. Опять же, есть нюансы, о которых мы поговорим. Но что я хотел показать. То, что за стэк платят плюс-минус одинаково. То есть нет такого, что... Ну, по крайней мере, сейчас на 2024 год. Нет такого, что там прям x2 раза за стэк платят. Мы смотрим на среднюю. Средняя плюс-минус одинаково. Давайте .NET developer. Вот. Ну, тоже плюс-минус одинаково. Даже, может, меньше, чем Unity. И то это все условно. Почему? Потому что, например, в Unity много вакансий появилось. Ну, уже как бы уменьшилось по NFT, по блокчейну. Вот. И, скорее всего, в будущем оно будет расти. Потому что всем выгодно, чтобы в играх был блокчейн. Чтобы было NFT. Потому что это прибыльно. Больше людей играет. Больше людей тратят деньги. Больше, больше, больше. Вот. И по прогнозам, там, к 30-му году, вроде, намного больше будет таких игр. Даже один прогноз читал, что только там около 10% вроде игр останутся обычными. А все остальные будут как-то связаны с NFT и так далее. Вот. Ну, окей. Давайте посмотрим на JAM. И мы видим плюс-минус тоже такой результат. Средняя осталась такой же. Давайте посмотрим, не знаю, на Kotlin. Просто ради интереса. Средняя здесь выше. Да. Ну, плюс-минус одинаково. Просто на входе чуть-чуть больше платят. Ну, крайне мере, в США. Окей. Еще интересно, Rust. Опять же, молодой более-менее язык. Платят больше. Задачи, которые там решаются, сложнее. Поэтому вот как-то так. Если вам нужно вот прям только ради денег, то нужно смотреть в сторону функциональных языков, эликсира, эрланга, раста, как примера таких новых языков. Вот. Ну, и сложных. Но не всем это интересно, поэтому мы смотрим общее. Давайте посмотрим еще Python. Ну, плюс-минус одинаково, а средняя чуть больше. Опять же, все очень сложно, потому что разные абсолютно вакансии. Это вакансия для бэкэнда. Чисто сайт, либо это искусственный интеллект, и нейронки, и все остальное. То есть, здесь непонятно. Здесь мы просто смотрим на язык и без стекотехнологий. Но мы увидели, что за Swift платят в среднем 117, за iOS, ну да. А за Android 125, ну в среднем плюс-минус одинаково. Вот. Делаем следующий вывод. Мы еще посмотрим по странам. В какой стране сколько платят. Вот это топ стран. И вот мы видим, на 10 месте уже в два раза меньше платят, чем в United States. Также по городам. Есть список, есть список по ближним странам к нам. Вот. Там, где меньше платят. Вот Нигерия максимально меньше платят. Индия, Филиппины, Бразилия. Вот. И еще интересно посмотреть. Вот. Меня это немножко удивило, что за разные языки программирования в разных странах могут платить по-разному. То есть, например, в одной стране, вот сейчас мы посмотрим, в одной стране за язык платят одну сумму, а в другой, наоборот, за этот язык платят меньше, чем за другой. Ну, такое бывает, потому что разные стаки технологий там прижились. Вот. Здесь среднее по... Ну, это за 23-й год. Среднее по языкам, то есть, можно посмотреть, кто сколько получает в среднем по языкам. Но, опять же, нужно смотреть в зависимости от того региона, где вы находитесь, либо на кого вы работаете, по прямому контракту, не по прямому и так далее. Ну, я так условно говорю. Ну, опять же, много допущений. Но мне интересно еще показать было, сколько в разных странах платят за какой-то конкретный язык. Вот. Например, в Нигерии мы можем посмотреть, сколько в год получает там, например, HP-разработчик. 3000 долларов в год. То есть, вообще мелочь, по сути. И интересно посмотреть. Вот Java. Мы видим в США средняя зарплата 112 тысяч в год, а в Нигерии 4 тысячи. В Индии 9 тысяч, в Японии 23. Опять же, почему столько готовы платить в США разработчикам и столько готовы платить в Нигерии и в Индии? Например, возьмем Индию, то, что я слышал, их там очень много, они много знают языков программирования. То есть, имеется в виду, что очень много людей занимаются разработкой и продают на аутсорс людей. Но качество их работы очень низкое. То есть, они то ли в культуре, у них не принято делать качественный код и все остальное, качественную архитектуру, то ли, не знаю. Почему? Но у них качество низкое и, скорее всего, те, кто их заказывают, они готовы, возможно, тестировать какие-то продукты, чтобы они быстро что-то сделали. Не знаю. Но у них заказывают, объемы большие и некоторым выгодно вот такой проект заказать. Вот. Ну, просто дальше интересно. По Android можно посмотреть, по iOS, сколько кто зарабатывает в разных странах. В чем еще хотел бы сделать вывод? Во-первых, повторим то, что чем больше готовы платить, тем, значит, важнее эта ниша. Например, либо сложнее, либо новая ниша. Например, если вы хотите стать Java-разработчиком, вам придется столкнуться с тем, что в мире существует много Java-разработчиков, готовых работать, например, за ту же зарплату, но умеющих больше. Потому что у них опыт больше, стаж работы больше, то есть они смогут сделать намного больше, чем вы в данный момент. И чтобы вам их победить, скажем так, вам нужно сделать очень много. Соответственно, если вы, наоборот, выберете язык, например, какой-то новый, из новых языков, но только, там, не знаю, какой-то Rust, Swift. Вот. Хотя на Свисте уже тысячи и тысячи разработчиков по всему миру. Ну, тысячи, это там сотни тысяч. Вот. Ну, может еще какой-то новый язык, например, или новый фреймворк, какой-то или новая технология, или более-менее новая технология. Вот. То там вам нужно намного меньше усилий приложить, потому что никто это не умеет, почти никто это не знает, и вам будут рады, потому что вы смогли там что-то на этом сделать. Вот. Соответственно, как быть вообще востребованным? Я пока делаю вывод, что, например, если мы берем Unity, то смысла менять технологию нет по деньгам, потому что плюс-минус одинаково, но реалии таковы, что есть вакансии, например, в наших странах, в которых за Unity платят мало. Почему? Потому что все зависит от проектов, которые вкладываются, да, то есть от их бюджетов и так далее. Вот. Просто нужно уметь искать больше выгодных проектов, более сложные проекты, то есть, грубо говоря, вам придется все равно себя прокачивать, и чтобы получать больше, первый вывод, это нужно, во-первых, прокачиваться, а во-вторых, нужно искать проект, в которых готовы делать что-то более сложное, и за это, соответственно, будут больше платить. И, в-третьих, если будет выбор между вами, между человеком, который знает еще и C++, например, и другие движки игровые, ну, я имею в виду в отношении к Unity разработчику, вот, то, скорее всего, выберут его. Ему будут, возможно, платить больше, потому что есть задачи, либо могут быть задачи, вот, в которых это будет востребовано. Вот. Опять же, не во всех проектах есть такие задачи, поэтому не всем будут платить больше. Вот. Плюс есть, например, устаревшие технологии, либо какой-то Legacy, либо какие-то собственные движки, и если вы что-то там знаете больше, что-то умеете, то, соответственно, вам могут платить больше. Но просто так менять стэк нет смысла, потому что и в Unity, и в Unreal, и в других направлениях существуют вакансии, за которые я готовы платить намного больше, чем вот в среднем. Вот. То же самое и в iOS, и в других, скажем так, направлениях. Готовы платить иногда меньше, чем вы ожидали, и, соответственно, нет смысла просто так что-то менять. Вот такое наблюдение я провел, мне было интересно, стоит ли менять стэк технологии, не прогадаю ли я с зарплатой. Например, на ближайшие 5 лет, то есть, если бы я получал x2, скажем так, делая то же самое, то, конечно же, возможно, был бы смысл. Но просто так я пока не вижу смысла. Плюс интересно заниматься тем, что мне нравится. И я надеюсь, вам тоже было это полезно, интересно, и всем пока. Продолжение следует...